А именно благодаря техническому прогрессу мы можем не просто вещать вам из центра Крымской столицы, ну фактически центра, но и даже общаться с коллегами из других регионов. Ну и в первую очередь мы хотим пообщаться с коллегами из Керчи, а именно с Екатериной Рябовой. Доброе утро, Катя. И мы знаем, что 2020 год, он объявлен Годом памяти и славы. Какие же мероприятия планируются в городе Героя в связи с этим? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. Действительно, 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. В Крыму тоже сообщили о поддержке мероприятий, посвященных 75-летней годовщине победы. В частности, Сергей Аксенов сообщил о том, что будет увеличена разовая выплата участникам боевых действий к 9 мая с 15 до 50 тысяч рублей. В городе Герои тоже пройдет очень много мероприятий. Пока что конкретный план не сообщается, однако о тех мероприятиях, которые непременно должны быть проведены, мы поговорим сегодня с нашим гостем, руководителем Керченского отделения военно-исторического центра «Щит и меч» Романом Толстенко. Роман, доброе утро. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые крымчане. Роман, какие мероприятия, на Ваш взгляд, должны быть проведены в городе Герои в год 75-летней годовщины победы? Нашей организацией запланирован ряд мероприятий, которые будут посвящены 75-летию Великой Победы. Так как наш город Герой имеет очень много военных событий, которые не остались, не прошли мимо исторических наших всех мест. То есть это Аджимушкайские каменоломни, это и крепость Керчь, гора Митридату. То есть везде у нас распланированы памятные мероприятия. Начиная от возложения венков, цветов, также мы проводим выставки различные для подрастающего поколения. Ездим по школам города, рассказывая о событиях. Совместно с региональной общественной организацией «Батарея 29БИС» мы также запланировали мероприятие, посвященное Эльтигенскому десанту и роли 29-й батареи береговой в обороне нашего города. Также сотрудничаем и с отделом культуры города, совместные мероприятия и с городской администрацией, а также с Керченским историко-культурным музеем-заповедником. То есть год планируется насыщенный, и по полной программе мы включаемся в патриотическое воспитание молодежи нашего города. Когда пройдут уже первые мероприятия, запланированные вашей организацией? Ближайшие мероприятия у нас запланированы на февраль, это с Керченским музеем-заповедником. Мы также принимаем участие и в театральных постановках, которые проводит сейчас музей. А что это будет за мероприятие? Это будет посвящено открытию конференции, военно-исторические чтения. Ну, ближе мы с вами поделимся секретами. Я пока не буду раскрывать все, чтобы немножко интрига сохранялась, было интересно. Мы вас обязательно пригласим на это мероприятие. Роман, а вот непосредственно к годовщине Победы, к 9 мая, к 8 мая, когда у нас проходит вагельное шествие, какие мероприятия будете проводить? 9 мая мы планируем на горе Метридат выставку ретро-техники, а также предметов амуниции, вооружения отечественного нашего. То есть, ну, как бы вот следами Победы, чтобы люди, которые подрастающее поколение, в первую очередь, которые только это знают из фильмов, из книжек, чтобы могли посмотреть, как все это выглядело. Начнется 9 мая у нас, естественно, с бессмертного полка, который мы уже не первый год возглавляем в колонии, идем в первых рядах. А также 8 мая, соответственно, в факельном шествии мы всегда принимаем участие, члены нашего объединения. А также все, кто захотят к нам присоединиться, мы, соответственно, также всех приглашаем подключиться к этому мероприятию. Роман, большое спасибо за информацию. Я надеюсь, что все запланированное получится. О мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, мы непременно будем рассказывать в информационных выпусках. На этом пока все. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Катя. Мы желаем вам действительно по-стоящему новогоднего настроения, добрых вестей и хороших инфоповодов.